I want to preach everybody, anybody, anybody want to preach. Спасибо, ребята. Хорошее было время с группой, с новой экспериментальной группой. Симферополь-Киев называется. Гал-гал. Саша. Anybody want to translate? Такие все потерянные. Все на ходу. Спасибо. 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 Добрый день. Добрый день. Давайте помолимся. Отец, мы просим о Духе мудрости и откровения. Мы просим, чтобы Ты открыл, приоткрыл для нас знание Божье. Мы просим о свидетельстве Иисуса Христа, чтобы оно двигалось в этот критический час человеческой истории, чтобы Ты созидал дом молитвы. Во имя Иисуса Христа, аминь. Откройте в своих Библиях Псалом 131, наверное. Мы просятся. Ирина. couple days. По-русски это 131. Это песнь восхождения, писалом Давида, вспомни, Господи Давида, и все сокрушение его. Как он клялся Господу, давал обет сильному Иакова. Не войду в шатер дома моего, не взойду на ложе мое, не дам снам, очам моим и веждам моим дремания. Доколе не найду места Господу, жилища, сильному Иакова. В молитвенном движении мы называем это клятвой Давида. Давид делает посвящение, посвятить остаток своей жизни для того, чтобы сотворить для Господа обитель в своем городе. Давид дает клятву или обет Всевышнему о том, что он будет делать сверхусилия, такие экстравагантные, имеется в виду сверхщедрые усилия, чтобы создать место для того, чтобы Божье присутствие могло обитать и пребывать с ним. Он говорит, Господь, я буду искать Тебя всеми своим временем, ресурсами и талантами. Мы можем, рассматривая другие псалмы, увидеть, что этот обет включал в себя и множество молитв, и постов, и ресурсов, которые он вкладывал в Господа. Этот псалом, который вы читаете в 131-м псалме, это за обет, это рассказывается о человеке, здесь рассказывается о человеке, который принимает свою жизнь для того, чтобы поклоняться на земле в той же силе посвящения, как и на небе, на земле, как и на небе. Это обещание, которым он говорит, что он не взойдет на ложе, то есть не ляжет спать, не даст сна глазам, дремание и так далее, это то посвящение, которое мы хотим дать Богу сегодня. Мы должны сделать это же обещание. В молитвенном движении, если вы призваны в доме молитвов, в молитвенном движении, если мы призваны к дому молитвы, это ваше посвящение. Я отдаю время, энергию и деньги. Я не дам ни сна очам, ни отдыха костям. Я полагаю или отказываюсь от чести и от от утешения, от комфорта и от почтения. Почести, вернее. Я все это полагаю для того, чтобы дом молитвы утвержден был. Это то, что говорит Давид в 131-м псалме. И он фактически говорил это в контексте того, что у них происходило молитвенное движение круглосуточное день и ночь в его уже городе. И если вы хотите день и ночь круглосуточное поклонение и молитва в Украине, то от нас будет требоваться ничего менее, чем то, что говорится в этом обете. Откровения 4-я и 5-я глава. В этих главах дается одно из наиболее ясных объяснений Божьего поклонения и молитвы вокруг Божьего престола. Мы видим в этих главах как нигде ясно, что те, кто наиболее близки к Божьему правительству, они находятся в согласии с Богом в молитве и поклонении. Одна из наиболее превознесенных занятостей в Новом Иерусалиме в превознесенном граде это поклонение и молитва. И если мы станем ответом на молитву Иисуса в Луке 11-й главе на земле как и на небе, то и нам нужно войти в согласие с обетом в Откровениях 5-10 написано, что Он сделал нас царями и священниками Богу нашему и мы будем царствовать на земле. И когда вы видите царей и священников, вы видите две роли, которые соединяются в одном человеке. Вы царь и вы священник. Ваша священническая роль заключается в том, что вы имеете доступ к Богу через поклонение. Это роль священническая, где вы можете стоять перед Богом в Его присутствии и поклоняться Ему. Но ваша царская роль это когда мы стоим перед Богом для того, чтобы быть частью Его правительства. Это когда мы стоим перед великим царем и делаем утверждения, декреты, в которых мы просим великого царя высвободить через маленьких царей то, что нужно на земле. Мы видим, что Давид увидел и принял определенное откровение поклонения на небе и потому он смог высвободить и сделать то же самое форму поклонения в скине Давидовой на земле. Мы знаем, что он это видел потому, что мы читаем в 118-м псалме и в 1-м Паралипоминон 28-й главе. Мы видим, что у Давида было такое духовное переживание с Богом, где он видел то, что происходит в откровениях 4-й и 5-й главе о том, что есть эта молитва, которая происходит круглосуточно. Давид видит это и он делает какое-то заявление, что это очень хорошая, наверное, идея. Если Бог управляет своим градом через круглосуточную молитву, то, может быть, и мне стоит управлять моим городом через ночную круглосуточную молитву. Подумайте, Давид, царь Израиля, человек, который во главе Иерусалима. У него есть деньги, у него есть власть, у него есть все, что нужно в руке. И он говорит в 126-м псалме, что мне ничего не надо, кроме как пребывать в доме твоем, в доме молитвы и поклонения. Для Давида это было просто громадное переживание духовное. Это переживание и откровение, которое пережил Давид о молитве и поклонении, что после того, как он это пережил, он пошел, как этот город по-русски, селом, да? И он взял ковчег Завета от священников. То есть, вы помните, что Моисей к тому моменту, естественно, уже утверждил, как должно происходить поклонение. Но Давид идет и все перепортил. Я вам хочу сказать, строительство Дома молитвы с Киева по всей Украине до Ялты. Для того, чтобы это построить, необходимо фактически разрушить старые религиозные заточки. Невозможно новое вино наливать в старые меха. По всей земле происходит сдвиг. И те, у кого будет откровение, которое было у Давида, что Бог, правительство и правление высвобождается в городе через круглосуточную молитву и поклонение. Они дадут Богу такой же обет, как Давид, что они не остановятся, пока это не произойдет и в их жизни. Интересно, что Давид не просто пошел и взял ковчег завета, что являлось само по себе представительством присутствия Бога. Когда мы знаем, что Бог физически осязаемо обитал среди крыльев херувимов. Он обитал там в неприступном свете. Давид идет и берет это. Отвозит его в Иерусалим. Он разбивает там палатку. И оплачивает служение четырех тысяч музыкантов и певцов. 288 пророческих певцов. Пророки, книжники, священники. И он утвердил целый порядок. Это не было хаотическое движение, но очень упорядоченное расписание, в котором он расставил всех по чередам, в которые они поклонялись, служили, воспевали перед Богом. Большое количество псалмов, которые мы читаем в Библии, фактически были написаны в скинии Давидовой. И из этого мы с вами имеем свидетельство того, что происходило в этой скинии Давида. То есть там не было просто сплошная музыка. Мы видим о том, что дух пророческий пребывал на этом месте, который побуждал их молиться Богу чтобы иметь понимание для своего города, для своей страны. Потому что у нас с вами есть записи их песен. В Псалме 22, написанный в скинии Давидовой, он был написан в месте, где происходило круглосуточное пророческое сдвижение. И в этом маленьком скинии, в палатке, где были музыканты, певцы, ходатай, они пророчествовали уже тогда о первом пришествии Христа. И теперь нам довелось участвовать в ночной и дневной круглосуточной молитве. И нам доводится приготовлять путь для Его второго пришествия. Нам доверяется молиться молитвами. И петь песни. И это не просто ради того, чтобы было хорошее служение поклонения. У этого служения гораздо больше применений и целей, чем просто хорошее время поклонения. The implication is a release of government in your city. A release of government in your nation. That worship and prayer would be united and it would arise as one fragrance before the throne of God. Чтобы молитва и поклонение были объединенными и поднимались как одно воскурение благоухания пред Богом. И вы скажете, где ты это взял? В Откровениях 5.8. Где написано о том, что были гусли и были золотые чаши полные эфемиама. Гусли как поклонение чашек эфемиама это суть молитвы святых. они создали этот прекрасный смешанный аромат. И мы видим, что этот аромат соединяется с ходатайством великого первосвященника Иисуса. И это все восходит к престолу Бога. Дом молитвы это Божья стратегия. Божья стратегия в том, чтобы утвердить Божье правление в городах, которые будут стоять непоколебимо и устоять даже пройдя в период тысячелетнего царства Иисуса Христа. Город Ялта Большинство людей, которые ходят по улице не знают этого. Большинство пасторов в городе тоже, наверное, этого не знают. И большинство людей, которые приходят сюда поклоняться тоже этого не знают. Но ваш город зависит, подвешен как бы в балансе куда это повернется в зависимости от того как поклонение и молитва взойдет отсюда смешавшись с молитвами Иисуса и достигнет Бога. Мы хотим пробуждения. Мы его действительно хотим. Но не было ни одного пробуждения, рожденного за пределами молитвы. Найдите хоть одно. Они не существуют. В американской истории есть человек по имени Дэвид Брэнгард. Дэвид Брэйнард был в его late twenties when he began to work as an evangelist among the American Indians. Он уже под конец двадцать чем-то лет ближе к тридцати начал работать миссионером среди американских индейцев. Дэвид Брэйнард tapped into something that we need to tap into. И Дэвид Брэйнард он уразумел что-то что нам нужно с вами понять. He noticed that at times when there would be hundreds of Native Americans gathered and he would preach the gospel. Он замечал такую вещь что когда сотня коренных жителей Америки краснокожих индейцев собиралось и он проповедовал Евангелие не очень много происходило действий до тех пор пока он случайно не соприкоснулся с постами молитвами и поклонением да кто сказал что ну один из людей записал это для церковной истории свидетельство о Брэйнарде записано о нем, что были такие вещи, когда на него сходил дух ходатайства, то он с постами и молитвами лежал в снегу в стенаниях, молитвенных агониях и это происходило вот просто не останавливаясь дня два он просто находился прямо в снегу и поклонялся Богу в посте и в молитве и потом он вставал и шел проклоняться и тогда уже среди коренных жителей Америки высвобождалась сила Божья и у него произошел скачок в служении из состояния, когда после его проповеди каялось 1, 2, 3, иногда 0 человек и после этого он стал одним из величайших евангелистов среди краснокожих индейцев в Америке возьмите для примера Ветхозаветный Израиль вы знаете, в Адхозавете есть 7 пробуждений вы знаете, какая общая тема между этими пробуждениями? все 7 этих пробуждений заново утверждали в начале своем круглосуточную молитву как в Скинии Давидовой не было ни одного пробуждения в истории Израиля когда бы это не начиналось и не рождалось через ночную и дневную молитву смешанную с поклонением которое возносилось к Богу Иосия и Иезекия первая их реакция о Боже, что мы делаем нам нужно скорее собрать снова привести в порядок поклонение Богу восстановить молитву восстановить поклонение вернуть книжников вернуть священников на свои места и утвердить молитву и поклонение через 70 лет после Бавилонского пленения когда евреи пытаются вернуться назад чтобы восстановить Иерусалим Бог поднимает и Езру и Заруавеля знаете, что они сделали? они заново учредили круглосуточную молитву час в человеческой истории в которой мы сейчас находимся час в котором Ялта час для Украины час для всего русскоязычного народа час для Америки и время для Китая одно из самых опасных времен в человеческой истории потому что миллионы и миллионы жизней людей зависят находятся в подвешенном состоянии от молитвы в домах молитвы вот почему бремя начало распространяться вчера вечером вот почему это состояние стинания начало высвобождаться вчера потому что Бог хочет высвободить новое вино и Он хочет вложить его в новые меха потому что вы попросили пробуждение в стране и теперь Бог высвобождает свои планы генеральный план застройки Бог пообещал в своем слове если вам это не нравится как бы с боссом тогда и спорьте если вам не нравится молитва сейчас то вам и небо не понравится потому что мы вовеки будем молиться с Иисусом чтобы Его правиление вовеки расширялось если вам не нравится молитва и поклонение здесь то может вам и вечность не понравится потому что там мы это будем делать когда Иисус Христос вернется на землю в Библии это очень ясно говорит Он пройдет через Идом и как там не знаю город Басра и Ордан войдет в Иерусалим и те евреи которые останутся и выживут сквозь время и период исправления Антихриста они скажут кто ты он скажет я предупреждал вам что я не вернусь пока не скажете благословен грядущего имя Господне они скажут да не может быть а он скажет вот раны которые я получил в доме моих друзей и в один день весь Израиль спасется и что он следующее сделает он утвердит в Иерусалиме круглосуточную молитву это Божий план это то как он будет править тысячелетним царством на земле это то как мы будем вовеки править в новом Иерусалиме это не просто какая-то церковная черта чисто для церкви это не просто какая-то американская фишка что они по всему миру бегают и всех уговаривают делать то же самое вообще-то это началось у корейцев в 70-х поэтому давайте на них свалим валите на Янгичо все Бог сказал что в последние дни он восстановит круглосуточную молитву и поклонение по всему миру по всему миру но на самом деле для этого есть Божий план то есть есть общие черты вот в этом Божьем чертеже как бы планах его и в Индиане где-нибудь и на Украине и эти общие черты мы можем задействовать и вы можете отсюда приехать в Индиану и войти прямо в наш дом молитвы и вместе с нами молиться за наш город и поклоняться с нами и мы можем войти и соединиться с вами в вашем бремени это поклонение и молитва соединенные вместе которые возносятся перед престолом Бога я как вам говорил в основном ходатай перед 98 когда я получил свое призвание к молитве я был почти одним молодым парнем со всеми бабушками в молитвенной комнате я никогда не слышал о молитве и поклонении вместе я думал что молитва это что-то что люди делают вместе в комнате со стариками и старухами извините я скажу вам честно но вы тоже со мной честны кто из вас бывал на скучных молитвах но в Библии это очень ясно что молитва и поклонение вместе они друг друга разгоняют раскручивают вместо того чтобы быть в комнате с кучей бабушек которые кирпичи молитвы перекладывают с рук в руки друг к другу вместе с поклонением мы просто едем на таких как на горках вот этих американских когда молитвы и поклонения друг друга перекатываются и передаются но мы можем перейти на другую сторону кто-нибудь был когда-нибудь на восьмичасовом прославленческом концерте кто-нибудь был на восьмичасовых конференциях поклонения когда уже просто нудно на прославление слушать так долго ну честно но поклонение и молитва они принадлежат друг другу если это то как Бог делает это в своем городе а он очень умный парень он говорит нам что поклонение и молитва они принадлежат друг другу молитва и поклонение и есть причина Божьего провеления например Давид ухватился за это Давид проводил время в доме молитвы и он говорит Боже Ты утвержден на хвале словословиях своего народа и он написал это откровение как раз посреди движения молитвы и поклонения престол или восседаешь на престоле это значит это как тип или пророческий символ Божьего правительства правитель царь любой страны сидит на престоле и тогда Давид осознает как это здорово круто когда мы будем тоже поклоняться и молиться в доме молитвы то получается твой престол твое правительство прямо здесь с нами без твоего правительства у нас нету правительства в лучшем случае у нас есть какое-то правительство которое просто имеет огромное количество дефицита недостатков я тоже был в дефиците со своими бабушками когда мы постоянно молились и восьмичасовые прославительные усилия они тоже в дефиците но когда они соединяются вместе тогда это пробуждение один человек у нас прорыв слава мы знаем что Давид дал обед он говорит Боже я побывал там и увидел как ты ведешь и я не успокоюсь и не дам себе сна до тех пор пока я в своем городе не сделаю так как все у тебя происходит я был в многих домах молитвы в многих местах я был даже в домах молитвах в других странах на их первых самых молитвенных собраниях чтобы помочь им начать я был в церквях которые специально звали нас говорят мы тебя приглашаем заплатим за билет только приедь помоги нам начать дома молитвы я был в домах молитвах которые вот как вот я говорил у брата уже по 12 лет там молятся но вот что я всем одно и то же говорю если у вас не будет такого откровения которое было у Давида то вы далеко не пройдете в этом служении потому что это не просто копирование модели это не просто поставить в расписание часы и часы в обойму одного за другом лидера прославления это опять же об откровении все как откровение которое было у Давида Брейнарда что если я буду молиться и поклоняться пред Богом то он будет высвобождаться это откровение которое было у самого Давида из Библии я настолько сильно все остальное все остальное как бы для меня не катит ради этого откровения что я все остальное брошу только бы это произошло поэтому мы знаем что Давид дает обет но также у Давида есть требование то есть он говорит я не дам с нам спать я не лягу отдыхать до тех пор пока ты не утвержу твое присутствие но он также к Богу взывает о взаимном как бы ответе на его условия и мы видим это в 27-м псалме или 26-м по-русски сейчас глянем это по-русски 26-4 одного просил я у Господа только того ищу чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей созерцать красоту Господню и посещать храм Его Давид дает обет он начинает строить он собирает кучу музыкантов посвященников поклонников и все но мы видим что он также дает прошение к Богу его прошение Бог все дни моей жизни я буду созерцать твою красоту и у меня будет дух молитвы которым я буду взывать к тебе во все дни моей жизни я хочу созерцать красоту Господа это картина поклонения это картина поклонения он входит в ту же мудрость в которой наделены четыре творения вокруг престола которые день и ночь взывают поклоняются глядя на Творца они созерцают Бога и он говорит Боже это то что я хочу я хочу созерцать твою красоту во все дни моей жизни и я хочу смотреть на тебя и хочу чтобы мой отклик на то что я вижу был как у четырех животных это реакция это реакция поклонения но он на этом не останавливается он говорит я бы созерцал красоту Господню во все дни жизни моей и пребывал в доме это значит чтобы спросить и в русском языке пребывал в английском это вопрошать Господа то есть он говорит я хочу созерцать тебя в поклонении я хочу стоять пред тобой вопрошая тебя то есть просить тебя в том что мне нужно Давид был и царем и священником в контексте Дома молитвы Иисус был царем и священником Иисус был царем и священником и вы тоже царь и священник одна причина одна часть которую коснулся Дасти вчера одна из причин почему дом молитвы должен быть построен И одна из причин почему поклонения и молитвы должны быть вместе в доме молитвы потому что одна из причин это что обманчивая и помазанная обольстительница блудница вавилонская приходит на землю или работает на земле Апостол Иоанн Он был с Иисусом три с половиной года на земле Он видел как Иисус воскрешает мертвых Он видел чудеса знамения Он видел не только Иисуса умирающего Он видел его воскресшим И Он присутствовал когда воскресший Иисус вознесся на небеса И Он тоже начал жить и ходить в чудесах и знамениях Мы знаем из истории церкви что Он был лидером пробуждения в Ефисе Но все равно в один из моментов своей жизни в 17 главе Откровений Он стоял и имел переживание Он смотрел на тайну блудницы вавилонской религии И написано что Он как бы обалдел красотой Он был прельщен ее красотой Точно так же как созерцал красоту Господню вот в том слове такое же слово используется То есть Он просто обалдел от ее красоты И ангел его как бы встряхнул и говорит ну чего ты созерцаешь эту красоту что ты смотришь Слово которое там используется это как дивился удивлением То есть Он смотрел с великим удивлением и восхищением И ангел ему начал объяснять на что он смотрит И тогда Иоанн когда понял на что он смотрит он встряхнул от себя и говорит ничего себе И ангел говорит Иоанн все живущие на земле будут одурены просто этим дурманом они будут смотреть на нее и восхищаться и это будет бросаться им в глаза Смысл в том что если религия блудницы вавилонской привела в изумление Иоанна апостола то уж точно нам нужно восхищаться Богом еще сильнее нам точно восхищаться созерцая красоту Господню в доме молитвы в доме молитвы где круглосуточная молитва и поклонение происходит есть определенная динамика в которой мы задействуем и как магнетизм который влечет нас если мы не будем вовлечены вот в эту динамику восхищения молитвой поклонением которое происходит вместе с духом пророчества то тем больше вероятность что мы будем попадать под обольщение восхищения блудницы вавилонской религиозные деяния без непосредственного соприкосновения с живым Богом не сохранят вас непоколебимыми или устойчивыми просто религиозные упражнения они не смогут вас защитить от того что вы попадете под обольщение восхищение этой блудницей и давление и гонение которые придут за то что мы стоим плечом к плечу с Израилем и верим в Иисуса будут не просто сильным давлением против личности человека но это будет точно одновременно не просто давлением а еще и сильным помазанным обольщением с чудесами и знамениями по отношению к человеческой психике то что многие из людей из церкви отпадут как говорит апостол Павел попадут под великое обольщение отступление в церкви как Тимофей он говорит что в последние дни люди будут внимать учением бесовским если все это так будет наваливаться в последние времена то насколько больше нам нужно быть укорененными принимая от Бога этот мандат поручения быть домом молитвы и мы совершаем обет Давида что я не буду принимать утешение комфорт для себя почести какие-то до тех пор пока в партнерстве со Святым Духом я не достигну с Богом Его целей чтобы Божье присутствие было проявлено в моем городе когда Давид сделал этот обет и мы делаем Давид просил и прошение это Божье одного я хочу одного прошу у Тебя чтобы все дни своей жизни я был бы в доме молитвы созерцая красоту Господню поклоняясь Тебе чтобы Ты дал мне благодать для ходатайства чтобы то что я просил во имя Твое Ты давал мне это по ним доходит нам действительно нужно быть просто восхищенными созерцая красоту нам нужно быть увлеченными плененными нам нужно присутствие Бога нам нужно помазанное поклонение и нам нужно чтобы у ходатайов был голос нам нужен помазанный лидер поклонения и нам нужны помазанные ходатай которые работают вместе чтобы высвободить Божье правительство на Украину аминь вот что я бы хотел сегодня сделать что-то не так как всегда я бы хотел услышать если у вас есть вопросы последние три дня мы делали много призывов к молитве к передаче помазания если вы до сих пор Бога не почувствовали то вам наверное вообще нужно другое место искать то есть я бы хотел вопросы услышать потому что the Lord has the gift of grace He's given